Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Прокопенко Ирина, я медицинская сестра и эксперт по уходу, школа ухода, мастерская заботы. В этом видео мы с вами будем говорить о том, как выбрать средства для ухода за волосами и кожи главы вашего подопечного. Обычно выбор сделать достаточно просто для человека, который не болеет. Мы просто покупаем шампунь и им пользуемся. Но сегодня мы будем с вами рассматривать, какие особенности имеет кожа главы пациента и как выбрать подобное средство. Дело в том, что гигиена волос очень важная часть ухода за нашим подопечным, потому что мы не только смываем грязь, но и повышаем настроение и улучшаем ситуацию у нашего пациента, когда волосы чистые и наш подопечный чувствует себя намного лучше. Но то, каким средством мыть голову, мы сейчас с вами рассмотрим. Для начала давайте подумаем о том, как устроены наши волосы и почему они пачкаются. Дело в том, что наш волос состоит из двух частей. Это тот видимый волосяной покров, который мы видим, который мы можем потрогать. И часть волосы, которая скрывается внутри кожи, это корень, то есть фолликул, который состоит из окружающих тканей, в которых есть сальные железы, которые выделяют себум, так называемый. Это кожное сало, которое выделяется и постепенно как бы стекает по волосу, делая их немного сальными. Чем больше выделяется кожного сала, тем больше кажется грязным волос. В обычной жизни волосы не пачкаются, то есть если бы не было вот этого кожного сала, волос так бы оставался сухим и чистым. В нормальной ситуации кожное сало смазывает волосы, чтобы они были гладкими. Но выглядит это через 2-3 дня уже не очень хорошо. И ощущения будут не очень хорошие. И поэтому мы должны сделать все, чтобы нашему пациенту, нашему подопечному, было хорошо, комфортно и было ощущение свежести и чистоты. Грязная голова, грязь на волосах, она состоит из нескольких частей. Кожное сало, которое мы сейчас с вами обсуждали. Также пот, который высыхая превращается в соль, то есть остается на волосах в виде маленьких мельчайших кристалликов. Также пыль, бактерии, вирусы. И средства для укладки, если мы их используем. Если не ухаживать за головой, то неприятные будут ощущения. Это начиная от зуда, покраснения и заканчивая порой выпадением волос, колтунами и путаницей. Дело в том, что если наш пациент долго лежит на спине, на боках, то волосы очень спутываются, особенно если они длинные. Вы можете спросить, может быть, просто можно помыть водой, но, к сожалению, нет, потому что кожное сало, себу, в воде не растворяется, и нам приходится прибегать к помощи поверхностно-активных веществ. Поверхностно-активные вещества работают таким образом, что делают как бы мостик между грязью и водой. Они должны быть растворены, то есть они помогают растворить кожное сало и сделать голову чистой. Они как бы прицепляются к грязи и вымываются вместе с водой или со средством, которое мы используем. Во всех средствах по уходу, которые являются специализированные, есть кондиционер. Не все пользуются кондиционером в обычной жизни. Я хочу вам рассказать, для чего вообще нужен кондиционер. При воздействии на волосы щелочной среды – это обычный шампунь. Чешуйки на волосах, они таки штопорщатся. И да, из них вымывается грязь, сало, пот, но без кондиционера они так и останутся раскрытыми. Кондиционер уменьшает раскрытие чешуек, делая волос гладким, и он меньше путается. Давайте подумаем, чем же отличается обычный шампунь вот такой от специализированных шампуней. Во-первых, специализированный шампунь меньше пенится и улучшает возможность его смыть. Содержит кондиционер, чтобы приглаживать чешуйки. Также имеет своеобразный запах. Очень часто, когда наш тяжелобольный потеет, он испытывает неприятный запах, и он хотел бы от него избавиться. Также все средства практически, все линейки, которые производят средства для мытья тяжелобольных пациентов, они имеют целый ряд средств, которые можно использовать для мытья без участия воды. Эти средства мы сегодня как раз и рассмотрим. А также все компоненты, содержащиеся в специализированных шампунях, чаще всего гипоаллергенные и содержат вещества, которые задерживают воду, улучшают увлажнение кожи головы. Это пантенол и, например, мочевина. Конечно, выбрать очень сложно. Выбор среди огромного количества средств, он сложный. Но мы выделяем несколько фирм, которые делают специализированные шампуни. Это фирма Тена, Абена, Сени. Это фирма Хартман с линейками на линд. Российская фирма Асаптилайф и фирма, которая называется Без воды. Они выпускают только средства, для которых не нужно смывание. Давайте же рассмотрим, как же мы можем помыть голову нашему подопечному такими же средствами. Вот сейчас вы видите на ваших экранах несколько средств разных фирм. Чем же они друг от друга отличаются? Чаще всего, во-первых, запахом. Вообще, когда человек спрадает тяжелым заболеванием, очень часто важно приятно пахнуть, приятно чувствовать себя свежим. Все эти средства имеют разные запахи, а некоторые вообще без запаха. Первым мы рассмотрим с вами средства для мытья волос с водой. Это когда мы можем поставить тазик, когда мы можем либо человека погрузить в ванну, либо его в специальной баночке помыть с используемой воды. Шампунь Сени можно использовать ежедневно. Мы будем мыть голову чаще всего где-то 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния нашего пациента. Содержит этот препарат мочевину, пантенол и витамины и регулирует выделение сала, чтобы волосы не так часто пачкались. Имеет приятный такой ненавязчивый запах. Также есть шампунь Минолинд. Он также не нарушает ПАЖ кожи, подходит также для ежедневного применения и содержит пантенол. Асептилайф выпускает шампунь-гель с экстрактом смородины. И он также хорошо влияет и не пересушивает кожу. И имеет очень приятный смородиновый запах. Кому интересно, кому нравится, можно именно его использовать. А фирма Абена имеет в своей линейке шампунь, который не содержит ни красителей, ни каких-то парабенов. Ничего такого, что может нарушить и ПАЖ кожи, и состояние волос. Также подходит для тех, кому не нравятся резкие запахи. Этот шампунь не имеет запаха специально. Давайте мы с вами подумаем о том, как мы можем организовать мытье головы нашего подопечного. Во-первых, и мне кажется, самым лучшим результатом это будет покупка ванночки для мытья головы. Почему? Ни одно средство, которое используется без применения мыла, мы не можем использовать долго. Потому что полноценного мытья все равно не дает. Нет ничего лучше воды. Поэтому надувная ванночка, она подходит для тех, кто лежит, встать не может. Мы не можем этого человека переместить в ванну. И зато мы можем качественно, полноценно помыть человеку голову. В наборе с такой ванночкой идет слив. Можем поставить таз с водой или, например, ведро. И благополучно можем полить из кувшина, так, чтобы можно было помыть волосы. Есть, конечно, более экстремальные способы. Например, способ, когда мы под шею нашего подопечного подкладываем какой-то валик, сложенный из многих полотенец или каких-то подставок. Существуют подставки под шею, чтобы можно было приподнять нашего подопечного. Но это не подходит тем пациентам, у которых, например, есть трахеостомы, которые не могут очень сильно перегнуть шею. Им, например, больно. Следующий способ, самый простой, это с помощью клеенки. Когда мы просто подставляем таз, льем воду, и по клеенке она стекает в таз. Но этот метод хорош только в том случае, если, во-первых, у вас есть помощник, и, во-вторых, когда человек лежит, и у него есть доступ к головной части кровати. В одном случае это сделать будет проблематично, и ванночка для мытья надувная будет лучше. Средства для мытья волос без воды, как я уже сказала, не могут использоваться часто. Но, тем не менее, это бывает огромное подспорье для тех, кто, например, лежит в больнице. Долго лежит и точно уж не может встать. Как же они работают? Шапочка, она выглядит вот таким вот образом. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, что там находится внутри. Внутри у нас находится вот такая вот шапочка. Вот такая. Она имеет очень приятный запах. И надевается на голову нашего подопечного. И мы начинаем голову массировать массажными движениями примерно 3-5 минут. Предварительно шапочку прямо в упаковке мы разогреваем в микроволновой печи где-то примерно 20 секунд. Мы это делаем для того, чтобы, во-первых, разогреть ингредиенты, которые находятся в шапочке, а во-вторых, для того, чтобы дать ощущение тепла нашему подопечному, чтобы он не замерз. Потому что голова, когда мы очень сильно ее охлаждаем, например, водой, пациентам, те, которые очень сильно ослаблены, им будет очень некомфортно. Поэтому лучше шапочку нашу погреть. То есть примерно 15-20 секунд в микроволновой печи мы ее греем. И после этого мы массируем волосы прямо через шапочку. Массируем голову. Когда мы шапочку снимаем, то волосы становятся чистыми, мокрыми, имеют приятный запах. Но, конечно, говорить о том, что вот кто любит, когда волосы прямо скрипят от чистоты, такого эффекта не будет. Потому что там есть тоже кондиционер. Там есть вещества, которые растворяют кожное сало. И мы можем просто высушить полотенцем, а потом высушить феном. Эффект будет хорошим. Но так мы можем делать не часто. То есть мы только в экстренных случаях можем так сделать. После этого все-таки нам нужно организовать какую-то помывку водой с применением нормального шампуня. Также есть средства, которые, например, вот это. Средства, которые не требуют смывания. Наносятся прямо на кожу головы нашего подопечного. Также массируются, только уже без шапочки. Не нужно смывать. После этого точно так же мы полотенцем массируем и вытираем. И будет такой же хороший эффект. Но шапочка, мне кажется, намного лучше. Цена вопроса в районе 200 рублей. Такая шапочка стоит. Но она одноразовая. То есть мы не можем ее повторно использовать. Конечно, вы спросите, можем ли мыть человека обычным шампунем. Да, можно. Но нам нужно учесть, что, во-первых, шампунь должен быть мягким. Он не должен быть щелочным. Когда, например, вы моете волосы, и после этого они прямо торчат в разные стороны. Потому что нам нельзя сделать так, чтобы у человека были колтуны. Мы можем выбирать мягкие шампуни. Вот, например, если мы выбираем обычный шампунь, то после него обязательно нужно использовать кондиционер. И они, конечно, намного сильнее пенятся, чем, например, специализированные шампуни. Как вот такой увлажняющий шампунь Сени. Или, например, шампунь Асепти Лайф. Который имеет еще очень вкусный запах. Также мы можем использовать пенку. Тоже фирма Сени у нас есть эта пенка. Мы также массируем эту пену, которую мы наносим на корни волос, на кожу головы и на длину волос. После этого мы также вытираем обычным полотенцем. Таким образом, как же мы можем помыть голову? Первое – это шапочка. Если мы не можем человека никуда сдвинуть и организовать ему помыться в ванной. Мы можем использовать обычный шампунь методами, которые я перечислила. Мы можем купить надувную ванночку, которая, мне кажется, лучшим способом. А также, если мы располагаем ситуацию, что мы можем помыть человека в ванной, то, конечно же, мы выбираем ванну. Я вас хочу предупредить. Всегда думайте о том, что такое безопасность и как вы можете ее организовать. Для нашего подопечного это очень важно. Если ваш подопечный очень тучный, если он не может самостоятельно сидеть, если он не держит голову, и вы не располагаете никакими средствами и хотели бы помыть его в ванной, то тогда лучше мыть его в специальной каркасной ванной, которую можно принести в кровать. О том, как мыть тело, мы поговорим в следующем видео. А пока я хочу вас предупредить. Если вы не можете организовать мытье головы вместе, например, с мытьем тела, сделайте это отдельно. Не все наши подопечные могут спокойно перенести совместно две эти процедуры. Во-первых, потому что им становится холодно. Некоторые очень страдают от того, что им становится холодно, когда мы моем голову. Иногда некоторые очень устают от этого. Поэтому мы можем сначала помыть голову и, например, на следующий день помыть тело нашего подопечного. Итак, как же мы можем выбрать средства для мытья волос кожи головы вашего подопечного? Если ваш подопечный может принять ванну, если вы моете водой и мылом, вы можете выбрать любой шампунь, который вам нравится, используя кондиционер. Желательно, чтобы это был мягкий шампунь. И если вы выбираете специализированные шампуни, то это, безусловно, правильный выбор. Обычный шампунь тоже подойдет с использованием кондиционера. Если ваш подопечный находится в больнице или нет никакой возможности вымыть ему голову прямо в постели, ваш выбор тогда средства для сухого мытья, то есть без воды. Это шапочки, это различные пенки, которые позволяют это сделать. Но надо учесть, что это одноразовая такая акция. Нельзя мыть голову таким способом часто. Это не замена полноценному мытью. Если у вас такая ситуация, что ваш подопечный не может самостоятельно сидеть, не может передвигаться, а вы хотите помыть его целиком, я вам советую отложить эту идею, потому что безопасность вашего подопечного на первом месте. Пожалуйста, помойте ему голову в кровати с использованием шапочки или другим способом, который мы сегодня с вами рассматривали. Потому что безопасность – это самое главное. Когда вы будете организовывать процесс мытья, пожалуйста, соберите сразу все, что вам необходимо, будет рядом с собой, под рукой. Потому что когда вы начнете мыть голову, то вы не должны оставлять вашего подопечного одного. И если вы не очень уверены в своих силах, пожалуйста, попробуйте найти того, кто вам поможет. Пусть ваши знакомые или соседи, ваши друзья помогут побыть вместе с вашим подопечным, что-то вам подать, если процесс, например, как-то пошло, что-то пошло не так или процесс затянулся. Ну, а на этом все. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!